и вот я подошел к такому этапу своей жизни и работы над собой как как работа именно с источником с первоначальным источником жизнедателем который идет от духа инструмент мысль мысль и вот этот инструмент надо использовать максимально возможно как-то уже это далее чтобы влезть в эти тела пространства надо как-то отключить подключить обыденное сознание вот которое сейчас на данный момент у меня я иду тут смотрю это должно быть сделано насколько я понимаю с помощью просолнечного состояния можно сказать даже глубокой медитации если сумеешь у нее конечно войти и вот там-то поработать осознанно с пониманием что де как что те как убрать это оказывается оказывается есть разные книги по всякому там пишется вот оккультное лечение и там как раз говорится что большинство заболеваний возникает когда нету такого нормального потока от духа к телу то есть энергия идет строящаяся жизнедателя от духа с духовного уровня и через разного рода посредники там ум эмоции там желание энергетику и прочее в конце концов спускается не руководить построением и управлением физиологии и физического тела интересная такая вещь гораздо более перспективная как-то картина на мой взгляд должна видеться в целом они просто там какой-то там ген взяли ох мы сейчас гены изменим что куда вот что-то тут будет такой этак чему-то приведет не совсем понятно ты что еще хотел бы сказать сказать это то что бывает так что вот если желание чем-то таким поделиться и ты как бы находится в потоке выпал из этого потока там как-то он прервался потому что это запись идет на следующий день и ты уже находится не в тех информационных слоях которых был до этого я с этим феноменом тоже столкнулся когда писал книги вот пишешь мы спасла пошла 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 все так и ясно понятно до определенного там но для до определенного как бы сказать как это лучше даже выразить то есть тебе понятно как изложить в эту информацию до до своего логического конца и тут что-то тебя отвлекает что-то надо там сделать ты прерываешься что-то там такое делаешь вот возвращайся назад вроде бы ты все понял вроде бы ты все знал как что а нет сидишь знаете как этот вот пустой до этого только только что все это ты знал все это ясно тебе было открыто а тут нету ничего такого тогда как-то начинается все сначала все сначала и самое интересное ты начинаешь это излагать по-другому и и чаще всего бывает даже лучше нежели изложил до этого что удивительно вот такой вот феномен я за собой наблюдал наблюдал этот феномен ну и одно дело когда ты посмотрите я сел и буквально таки читаю то что я написал раньше не то там у меня пропуски идут интервалы которые я убираю для того чтобы речь была пока одно слово за другим шло а тут когда я вот хожу думаю говорю а тем более еще и снимаю то как бы ждешь когда мысли подойдет мысля подойдет это ее изложишь а не то что ты там вот как как автомат излагаешь 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 все тут все говоришь так бывает тогда когда ты хорошо знаешь тему какие видосики в классные какие классные видосики я снимаю а здесь все какое-то такое новое такое это и вот еще разок хочется обратиться уже от теории к практике если ты что-то нащупал и действуешь в этом направлении правильно или вообще действуешь вот важно так сказать правильно неправильно ты действуешь и это вызывает какой-то результат то сразу же это в сонном видении каком-то отражается то есть ты видишь какой-то сон такой-сякой ли еще и вот данном случае теперь как бы сказать опять нащупал я вот это вот тропинку потому что излагал ниточку предыдущему повествованию что получается что когда я начал работать в том же самолете мысленно от источника а источник самое интересное а источник где понимаете источник в человеческом теле который дает вот этот жизнедатель все это там строится он должен как бы сказать не просто не просто как бы изливаться то есть как родничок от откуда-то увлечу цели и льется а скорее всего он должен пульсировать и теперь если мы возьмем и пульсация это должна быть где-то примерно из центра из центра организма у нас ближе всего к центру это сердце и сердце вдобавок еще пульсирует именно от сердца я начала работать вот это вот так с каждой пульсации вот это вот начи обновляющая информация обновляющая энергетика по всему организму с каждым ударом сердца то есть то что она качает кровь до а то что она качает энергетику это уже другое такое интересная вещь и во время вот именно этой работы когда я начал мысленно расчищать или так сказать прокладывать дорожку от сердца к суставам где имеются пятна витилиги вот мне мне вот этот вот такая была информация в сонном видении крик крик ужасный крик какой-то душераздирающий это что-то иногда есть такие вещи вот почему я не смотрю фильмы ужасово потому что там есть такие вещи которые желательно не видеть и не слышать потому что они потом как-то на тебя действуют эти все сценаристы они там кое-что очень верно подметили особенно вот это все что связано со страхом а вдобавок если у тебя еще есть у самого нечто подобное в твоих так сказать в тонких телах то это так резонирует чтоб тебе потом вроде посмотрел нормально а потом через какое-то время обычно перед тем же как отходить костюм все это всплывает и крайне крайне неприятно так вот идем дальше значит я все увлекаюсь и увлекался бытус и частности знаю что тут джонни линана там своя проблема такая он одно дело что что не стандартный человек которого делал еще такое какое-то поведение у него такое какое-то непонятно так скажем для большинства и много связано с тем что он в детстве там пережил развод родители то что его мать не взяла он воспитывался у тети там мили то есть родной тетки не мать не отец его значит не взяли то есть вот это какая-то была душевная травма которая поставила глубокий след и вот один доктор предложил ему лечение чем вы выдумывали криком и записи где он там кричит орет то есть выводит вот это вот все это вот тут даже как сложно выразиться что он там выводит но тем не менее становится понятным что что выводит что надо вывести из из организма для того чтобы для того чтобы чувствовать себя нормально чувствовать себя в своей тарелке и вот он занимался таким интересным лечением то есть просто напросто орал 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 что под чтоб этим криком криком отчаяния ужаса страха вы чувствуете сколько я понятия перечислил зацепить ту информацию которая сидит в нем и вывести говорят что говорят что полегчало но потом опять все началось одно дело это это вот когда какое-то произошло лечение и ты не осознаешь его процесса а вроде бы вылечили но ты не поменялся и ты своим мышлением своими своей прежней жизнью опять скатываешься туда же и вот я за всю свою жизнь вот пришел к тому что самое надежное самое лучшее лечение происходит тогда когда ты осознал весь процесс ты его понимаешь и в результате в результате получается хорошие результаты не временные какие-то это важно понимать не временные не какие-то одноразовые после которых опять надо искать спасение 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 в керосине спасение там еще в чем-то в соде моче голоде и так далее если нет осознанного отношения к процессу то это все будет какое-то вот спасение в рецептах в том или ином а когда это все осознанно получается совершенные результаты вот мы все тут гоним паразитов так сказать всем народом гоним этих паразитов так или сяк с помощью того и другого а я ж вот каждый день выкладываем видосики о тех или иных святых то есть там 30 октября день посвящен тому-то 31 день посвящен тому-то святому и кратенькое жизнеописание и вот жизнеописание одного святого в 70 лет он ушел решил посвятить себя более такому качественному служению 12 октября день кириака назван честь преподобного отца кириака он служил с юных лет во многих обителях учился у великих отцов того времени а в 70 лет кириак решил удалиться в пустыню чтобы еще строже служить богу единому здесь ему прислуживал огромный лев этот свирепый зверь охранял кириака от разбойников принимал еду из его рук лев никогда не трогал паломников которые приходили к преподобному за советом или успокоением умер кириак в возрасте 109 лет в 70 лет ушел куда там он более осознанно все это делать и дожил до 107 лет еще прожил 37 лет я вот думаю о 65 уже и нормально позже можно можно так сказать лапки складывать ласты склеивать и заканчивать а тут оказывается смотрите какие примеры и что этот человек соблюдал диету что он там регулярно занимался что он там гнал паразитов нет он был какую-то такую жизнь которая была такой что вот эти все вещи оказались несущественные несущественные вроде мы мы думаем да питание продлевает да дыхание продлевает поздно йоги продлевает там закаливание голод и все там такое но не совсем так да и паразиты не жрут не все не совсем это так оказывается на практике что тут есть более какие-то важные вещи которые необходимо соблюдать и тогда просто-напросто всем этим заниматься не надо скорее всего это какая-то умеренность умеренность и достаточность можно даже так сказать умеренная достаточность для того чтобы организм жил и не тужил а мы все пытаемся это как-то искусственно решить создать там условия того сего а тут скорее всего о мысль мысля пришла мысля пришла понимаете пришла мысля это то что важно с помощью жизни с помощью умственного настроя с помощью вот жизни и умственного настроя создать такой поток жизненный поток идущий от духа на тело который бы ничем не искажался и тогда 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 гарантированно долгая жизнь но и вот тут опять таки вступает но такой большой но такая же жизнь неинтересно нам же подавай какие-то какие-то чувственные ощущения чтобы мы ее расценили вот это да вот это жизнь вот это вот это то что надо а без них она какая-то блеклая неинтересная нету скандалов интриг драк пьянок блуда обжорство неинтересно ну что это такое вот где-то ты там находится там молишься окажется в этом надо найти свою свою изюминку во взаимодействии с жизнедателем это несколько иной уровень мышления миропонимания мироощущения ну вот так я начал светилиго и заканчиваю вот такими вот вещами рассуждениями скорее всего они такие сумбурные и так и должно быть это не лекция а это вы вот этот вот находясь в потоке вы считываете информацию которая к вам приходит которую вернее вы можете взять информацию море понимаете она тут лежит она находится мы в этом информационном океане плаваем но в силу нашего образа мышления мы можем взять как радиостанция только какую-то одну волну а этих волн ху-ху-ху огромное количество огромное количество которые несут и здоровье и благо там и и радость и и многое-многое чего они несут но мы с вами мы с вами вот настроены на это и и жизнь показывает раз мы настроены на это вот можно так самому себе там обманывать что-то там говорить рассказывать что-то там мечтать но реальность реальность показывает что вы своим умственным настроем достойны вот этой вот жизни которая имеется в настоящий момент все вот она голая правда вы видите как как зарулили мы как зарулили вот таких вот простых вещей рассматривать ту же самую витилий гол мы зарулили на вот такую интересную вещь и кстати кстати я покажу самого себя и кстати вот здесь вот в районе головы не в самой голове а именно вот здесь вот в районе головы находятся какие-то важные важные образования что вот одна женщина одна женщина которая научилась фотографировать этих самых ну попросту говорю бесов всех этих сущностей которые поражают человека так вот в определенном там определенным способом скажем там какой-то фотоаппаратик она там придумала и практика показала что вот эти вот вся эта нечисть нечисть она как раз и гнездится вот здесь вот в районе головы в районе верха головы она гнездится именно там и за счет этого захватив какие-то командные пункты которые именно там расположены она и управляет человеком по своему усмотрению и вот когда идет вычитывание с помощью с помощью воска выливания воском испуга и воск льется туда в эту область то там как раз он связывает вот эту информацию вот эту тонкую сущность которая остается в этом воске это другой другая сторона этого процесса весьма интересная об этом также никто ничего не говорит никто ничего не говорит но тем не менее вот в области головы огромное количество каких-то манипуляций возьмем раввинов вот я видел что опять таки на голову у них надет какой-то такой коробочек что это такое чего это как и почему туда он надет и что он там делает а теперь если понимать что что понимать что там находятся управляющие центры становится ясно либо повысить чувствительность и мощность принимающих приемников в районе головы либо что-то еще сделать такое для того чтобы вот что-то получать есть это очень интересная вещь обратите внимание есть значит фотографии и картины раввинов где у них на макушке имеется такой коробочек ну ну вот мы с вами поговорили о том о сем поснимали туман хорошо тишина тишина птички поют так что какая собеседа конечно сумбурная с продолжением но тем не менее понимающий человек может извлечь огромное огромный толк то есть возможно я так просто напросто такого человека натолкну на несколько иное иные размышления будем так говорить на иные размышления и он пойдет еще дальше это также отлично так отличные отличная беседа для того чтобы понимать вот вроде бы ты там рассказывал какая-то там буза-буза-буза-буза-буза а ты смотри на какие-то какое-то мышление меня подтолкнуло и я уже сам за счет этого чего-то достиг такого интересного и полезного для себя этого много стоит много-много-много стоит благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо-про доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч и